Только ленивый в Сочи не зарабатывает во время сезона, говорят в администрации города. Квартиру самого моря настоящий клондайк, сдается буквально все. Интернет пестрит заманчивыми предложениями. Например, в пяти минутах от моря есть комната, оборудована кроватью, тумбочкой, кондиционером и даже телевизором. И все это удовольствие всего за 250 рублей в сутки. Цена более чем демократичная, есть возможность даже брони. Но вот кто может гарантировать, что это не рекламный трюк, и что по приезду отдыхающим предложат за эту цену именно такую комнату. Чтобы у собственников средств размещения слова не расходились с делом, весь этот бизнес теперь должен пройти обязательную классификацию. Гостиницы это сделали самыми первыми. А вот с небольшими отелями и гостевыми домами сотрудникам администрации приходится работать. Вы знаете такую процедуру, как классификация? Нет, честно сказать, нет. Вы сдаете помещение в свои? Честно сказать, пройдем, покажу, я вам ничего не знаю. Если там свои друзья кто-то приходит, мы с этим не занимаемся. Но по сведениям администрации в этом доме комнаты отдыхающим все же сдают. Собственника письменно берут объяснение, рекомендуют получить звездный статус добровольно, не доводя дело до суда. Я не буду вас с вами с вами. Это и есть как раз тот случай, когда злостное неисполнение решения суда происходит. Ну, приезжаем повторно, каждый день добиваемся своего, вручаем требования, подвергаем административной ответственности, ну и последующую к уголовной ответственности. В основном после подобных бесед хозяева мини-отеля все же сдают документы на квалификацию. Конечно, есть и те, кто понимает, звезды на фасаде прежде всего нужны им самим. Люди уже узнали, что номера нормальные, куда ехать знают, почему едут знают. Я думаю, что это, конечно, нужно. Получить квалификационный сертификат по закону обязаны все дома, где свыше пяти комнат под съем. И нет разницы, сдаются они только летом или круглый год. Рабочие группы уже выявили свыше тысячи объектов, по которым сейчас подготавливаются материалы и передаются в прокуратуру для подачи исковых заявлений в суд о принуждении их к прохождению классификации. Большинство не доводят до этой степени, начинают приводить добровольно свои объекты к требованиям закона. Гостиницы, отели, гостевые дома, которые пройдут классификацию до конца сезона, войдут в реестр олимпийских средств размещения. Именно их будут рекомендовать гостям зимних игр. Те же, кто не получит звездность, уверяют в администрации города, вряд ли откроются не только в зимнем сезоне, но и будущим летом. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ.